СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М1 Постановление номер 021 от 25 октября 2022 года Настоящим подтверждаем, Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим мирового счета World Bank, счет номер 0100-01-4-AA777-C3-AM-01, распределенного по различным банкам в странах по всему миру. Напоминаем, Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим мирового счета World Bank, счет номер 011-700-3516-222-777-8888-999, распределенного по различным банкам в странах по всему миру. Напоминаем, Международное Казначейство М1 является владельцем и распорядителем активов, включающих счета под именами White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, Spiritual Wonder Brothers, Morning Star, King David, Prophet Muhammad, Demas and Saint Timothy, White Mongolia, White Vatican, White Eagle, Мария Синакуан о Divine Crystal, Мария Банахау о Divine Sunflower, Мария Кристина о Divine Magdalene, Мария Маккилен о Divine Easter Egg, Falcon, Alpha Omega и другие счета, размещенные в различных банках в 189 странах по всему миру. Мы руководствуемся предыдущими резолюциями и заявлениями Международного Казначейства М1, подтверждая резолюцию номер 001 РЕС-2020 от 07 апреля 2020 года по выходу из Мирового финансового кризиса. Постановление номер 002 002 РЕС-2020 от 2 июня 2020 года Единственный выход из Мирового финансового кризиса. Постановление номер 003 от 1 октября 2020 года 003 РЕС-2020 Постановление номер 004 004 РЕС-2021 от 23 февраля 2021 года Аннулирование исторических активов с целью формирования сбалансированной новой финансовой системы. Постановление номер 005 от 16 июля 2021 года 005 РЕС-2021 Постановление номер 006 от 13 сентября 2021 года 006 РЕС-2021 Постановление номер 007 от 1 октября 2021 года 007 РЕС-2021 Постановление номер 008 от 21 декабря 2021 года 008 РЕС-2021 Постановление номер 009 от 22 декабря 2021 года 009 РЕС-2021 Уведомление номер 0010 от 13 января 2022 года 0010 РЕС-2022 Постановление номер 0011 от 22 января 2022 года 0011 РЕС-2022 Постановление номер 0012 от 27 февраля 2022 года 0012 РЕС-2022 Постановление номер 0013 от 1 марта 2022 года 0013 РЕС-2022 Постановление номер 0014 от 3 марта 2022 года 0014 РЕС-2022 Постановление номер 0015 от 13 марта 2022 года 0015 РЕС-2022 Постановление номер 016 от 16 марта 2022 года 016-2022 Постановление номер 017 от 13 мая 2022 года 017-2022 Постановление номер 018 от 22 июля 2022 года 018-2022 Постановление номер 019 от 23 сентября 2022 года 019-2022 Постановление номер 020 от 5 октября 2022 года 020-2022 Настоящим подтверждаем, что Военно-Народный Совет СССР является правоприемником законодательной, судебной и исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик. Постановление первого съезда граждан СССР номер 1 от 30 декабря 1991 года Мандат доверия первого съезда граждан СССР номер 1-1 от 30 декабря 1991 года Постановление первого съезда граждан СССР в Организацию Объединенных Наций и в Международное Сообщество Всех Стран Мира номер 1-2 от 30 декабря 1991 года Постановление первого съезда граждан СССР номер 1-3 от 30 декабря 1991 года В первом съезде граждан СССР приняли участие 874 делегата, в том числе от Республик СССР РСФСР 368 делегатов Украинская ССР 186 делегатов Белорусская ССР 94 делегата Казахская ССР 54 делегата Армянская ССР 31 делегат Молдавская ССР 30 делегатов Узбекская ССР 24 делегата Таджикская ССР 16 делегатов Киргизская ССР 14 делегатов Азербайджанская ССР 12 делегатов Латвийская ССР 10 делегатов Грузинская ССР 9 делегатов Туркменская ССР 8 делегатов Эстонская ССР 6 делегатов Из присутствующих делегатов Первого съезда граждан СССР работали и единогласно проголосовали 386 депутатов Верховного Совета СССР, 264 депутата Верховных Советов Союзных Республик СССР, 149 депутатов областных, городских и районных формирований, 57 депутатов поселковых и сельских советов СССР, 7 делегатов от силовых структур СССР. Настоящим подтверждаем, что на основании постановления Президиума Военно-народного Совета СССР, ГПСССР номер 81 дефис 6 от 7 октября 2018 года о восстановлении деятельности Казначейства Союза Советских Социалистических Республик, Международное Казначейство М1 выполняет функцию Казначейства Союза Советских Социалистических Республик. Пост Казначея Союза Советских Социалистических Республик возложен на Генерального секретаря и Главного казначея Международного казначейства М-1 Его Величества Александра Николаевича Парамонова. Настоящим подтверждаем, что на основании постановления Президиума Военно-Народного Совета СССР номер 11.11.11 от 18 октября 2013 года и приказа Президиума Военно-Народного Совета СССР номер 11 от 25 октября 2013 года Фонд социально-экономического развития регионов Казнатворцара, возглавляемый директором Его Величеством Александром Николаевичем Парамоновым, был утвержден в статусе высшего организационного и исполнительного государственного органа Союза Советских Социалистических Республик в денежно-финансовой, социально-экономической и культурных сферах Союза Советских Социалистических Республик. Настоящим вновь подтверждаем, что решение Съезда Народных Депутатов СССР 14 марта 1990 года номер 1360-1 Закон СССР 14 марта 1990 года номер 1360-1 об учреждении поста президента Союза Советских Социалистических Республик и исключили статьи номер 6, руководящие роли Центрального Комитета Коммунистической Партии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик, внесении изменений и дополнений в Конституцию, основной закон Союза Советских Социалистических Республик. Является нелегитимным и противозаконным, так как Съезд Народных Депутатов СССР впервые открылся 25 мая в 1989 году в городе Москва и является высшим законодательным органом СССР. Но в рамках Конституции Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 года без права вносить изменения и дополнения в Конституцию Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 года. На основании эксклюзивного исторического права, права суверена, по праву владельца всех мировых активов от создателя новой эры и по праву главного регулятора мировой финансовой системы, подтверждаем, что на основании права Суверена Союза Советских Социалистических Республик, на основании международных норм права, суверенная страна Союз Советских Социалистических Республик является суверенным и действующим субъектом международного права вместе с суверенными гражданами Союза Советских Социалистических Республик. В настоящем сообщаем, Что в ходе проведения расследования при помощи Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, а также международных правоохранительных и контртеррористических организаций, стало ясно, что в 1980-х и 1990-х годах преступные чиновники высшего руководящего уровня Союза Советских Социалистических Республик и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич, а позже нелегитимный президент Горбачев Михаил Сергеевич вместе с президентом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Ельциным Борисом Николаевичем отстранен за противозаконные действия от занимаемой должности президента России, Конституционный суд Российской Федерации, заключение от 21 сентября 1993 года, номер 3.2. Действуя по преступному плану ограбления суверенной страны, суверенного народа, суверенных граждан Союза, Советских Социалистических Республик, организовали казнократство и похищение активов Союза Советских Социалистических Республик. Украденные активы у суверена разными преступными способами были незаконно переданы в различные организации и частным лицам. Утверждаем, что данное преступление является абсолютно недопустимым и нарушающим самые тяжелые статьи в области уголовного права суверенной страны Союза Советских Социалистических Республик, субъектов и подсубъектов права Союза Советских Социалистических Республик и в области международного уголовного права. В целях восстановления справедливости на основании эксклюзивного исторического права, права суверена, по праву владельца всех мировых активов, от создателя новой эры и по праву главного регулятора мировой финансовой системы, подтверждая все вышеизложенные постановления, резолюции и уведомления, подтверждая постановление Президиума Военно-народного Совета СССР номер 4444 от 29 октября 2015 года. На основании вышеизложенного постановляем лишить права субъектности и объявить вне закона все субъекты права, виновных в данном преступлении. Объявить, подтвердить и признать незаконным Беловежское соглашение, объявленное 8 декабря 1991 года, Ельциным Борисом Николаевичем, Кровчуком Леонидом Макаровичем, Шушкевичем Станиславом Станиславовичем. Отозвать все права на владение, управление, хранение и распоряжение всеми финансовыми и ценностными активами Суверенной страны Союза Советских Социалистических Республик и Суверенного Советского Народа у финансового и банковского офицера Геращенко Виктора Владимировича, у всех уполномоченных и неуполномоченных хранителей, держателей, распорядителей и незаконных владельцев. На основании эксклюзивного исторического права, права суверена, по праву владельца всех мировых активов от создателя новой эры и по праву главного регулятора мировой финансовой системы подтверждаем, что на основании права суверена Союза Советских Социалистических Республик, на основании международных норм права, постановлений Военно-народного Совета СССР, Постановление Президиума Военно-народного Совета СССР номер 111111 от 18 октября 2013 года Постановление Президиума Военно-народного Совета СССР номер 4444 от 29 октября 2015 года Постановление Президиума Военно-народного Совета СССР ГПССР номер 81-6 от 7 октября 2018 года о восстановлении деятельности Казначейства Союза Советских Социалистических Республик Право владения, управления, распоряжения и хранения на все ценностные финансовые активы СССР и прибыль, полученную на основе данных активов, имеет Государственное Казначейство Союза Советских Социалистических Республик в лице Международного Казначейства М1, возглавляемое Генеральным Секретарем и Главным Казначеем Международного Казначейства М1 Его Величеством Александром Николаевичем Парамоновым Всем правоохранительным и контртеррористическим страновым и международным организациям Страновым и международным организациям финансового и банковского контроля Всем офицерам и работникам страновых и международной финансовой и банковской систем Немедленно произвести мониторинг, ревизию, блокировку, арест и конфискацию с передачей в Международное Казначейство М1 с целью зачисления на баланс казначейства Союза Советских Социалистических Республик всех банковских и небанковских счетов, всех финансовых и ценностных активов и заработанной на их основе прибыли. В отношении бывших уполномоченных и неуполномоченных хранителей, держателей, распорядителей, незаконных владельцев и всех субъектов права возбудить расследование и подвергнуть уголовному наказанию по всей строгости закона Суверенной страны Союза Советских Социалистических Республик, субъектов и подсубъектов права Союза Советских Социалистических Республик и Международного уголовного права. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за Департаментом безопасности Международного казначейства М1 и Департаментом международных отношений Международного казначейства М1. Всем субъектам права во исполнение настоящего постановления обращаться на почту e-mail i.t.d.secretariatsobacomonetaryone.org. Международное казначейство М1 вновь подтверждает свои твердые цели защиты мира и человечества и построения новой, созидательной и справедливой финансовой системы, основанной на золотом стандарте, целью которой является служение человечеству в его светлом, свободном, созидательном, духовном, нравственном, материальном и устойчивом развитии в гармонии с Богом и природой. Утверждено, выполнено и исполнено с 25.10.2022 года. Его Величество Александр, Генеральный секретарь, Главный казначей Международного казначейства М1, Президент и Главный операционный директор White Spiritual Boy RSB, Global Corp. Inc., Директор Международного государственного фонда социально-экономического развития регионов Казнатворцара, Великий интендант и Великий казначей Суверенного Ордена Святого Иоанна, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орден Госпитальеров. ООН. Номер 509-519. ОМ. Субтитры создавал DimaTorzok